Если вы внезапно удалите эти волосы, то увидите, что энергии будут двигаться в этом направлении. Если вы активируете две чакры, которые находятся над физическим телом, это феноменальная возможность, но это также делает ваше физическое тело немного хрупким. В некоторых духовных традициях монахи сбривают волосы с головы, в других же, наоборот, отращивают длинные волосы. Как вы можете это объяснить? Итак, мы много говорили об этом, но все же, если сегодня подрезать это дерево, то оно сосредоточит свою энергию на участке, который был подрезан. И тогда, допустим, эту часть дерева вы обрежете, а эту оставите, то увидите, что в этой части дерева в ближайшие две недели или месяц появится гораздо больше листьев, чем в другой части дерева. Замечали такое? Да или нет? Потому что теперь дерево направляет свою энергию туда, где были обрезаны ветки. Оно оставит другие и направит все сюда, потому что сюда должны вернуться листва. То же самое происходит с вашим телом. Если вы внезапно удалите эти волосы, то увидите, что энергии будут двигаться в этом направлении. Люди, которые выполняют определенный вид саданы, стремятся к этому. Они не бреют голову просто, когда им захочется. Они делают это только в самую темную ночь месяца, которая называется Шаваратри, 14-й день фазы Луны, за день до Амаваси. Потому что в этот день и в день Амаваси на следующий день естественным образом происходит подъем энергии в человеческой системе. Мы хотим немного усилить это. В такой день волосы сбривают, потому что они выполняют определенную садану. Если такой садана нет, это особо ничего не изменит. Некоторые из вас, возможно, замечали, особенно женщины, которые никогда в жизни не брыли голову. Если они вдруг сбреют волосы, у них возникнет психическая неуравновешенность. Из-за переизбытка энергии в этом направлении, с чем они не способны справиться. Если некоторая неуравновешенность уже существует, она усилится, потому что происходит избыточное движение энергии в этом направлении. Но если все откалибровано должным образом и есть необходимое садана для поддержки, это работает вам на пользу. Духовный искатель — садака, который не только ищет духовного благополучия, но и пытается стать инструментом для большей возможности. Такой человек хочет использовать любую, даже самую малую помощь, которая доступна. Бритье головы — часть этого. Если такой саданы нет, если нет саданы такого рода, то бритье волос как таковое не имеет никакого смысла. Если кто-то достигает состояния, когда энергия действительно прорывается из головы наружу, если вы активируете две чакры, которые находятся над физическим телом, если эти две чакры в ком-то станут активными, то тогда этот человек не будет бриться. Наоборот, он будет отращивать и заплетать волосы чуть выше, чтобы защитить и напитать. Если волос недостаточно, мы используем ткань. Думаете, я так себе раны привязываю? На ноге — да, но... Итак, если волос недостаточно, тогда вы должны использовать что-то еще. И это вам понадобится, иначе... Как только обе чакры над физическим телом будут активированы... Это феноменальная возможность, но также это делает ваше физическое тело немного хрупким. Это приводит к тому, что оно черпает больше, чем следует. И это причина, по которой многие йогины умирают до 35 лет. Потому что, если они достигают определенного уровня энергии, но не знают различных аспектов тела, если они не понимают механику того, как функционирует человеческая система, если они не понимают всех уловок Творца и то, как он сделал это настолько сложным и изощренным. Потому что изощренность не только усложняет, она означает, что существует больше возможностей, чем в простом механизме. Это очень изощренный механизм. Поэтому, как только энергии достигнут максимума, они должны быть защищены. Если у человека густые длинные волосы, это можно использовать. Это естественный покров. Если этого нет, или он боится, что потеряет их, тогда он заплетает дреды. Знаете, знаете, что такое дреды? Вы, наверное, видели саду саньясинов. Я не скажу вам, как. Это можно сделать. Я не скажу вам, как, потому что если вы начнете расхаживать с дредами, в этом не будет ничего хорошего. Существует способ сплести волосы в дреды. Так что вы делаете это, или если у вас нет столько волос, тогда вы используете что-то еще. Головной убор или кусок ткани. Природа тела такова, что объем энергии, который потребляет один нейрон в мозге, во много раз больше, чем потребляет одна клетка в теле. С точки зрения физической структуры, вы наверняка сами видели распределение потребления энергии. Если кто-то о чем-то беспокоится, он теряет вес. Лучший способ похудеть – это беспокоиться о чем-то. Вы должны это знать, не так ли? Да или нет? Потому что больше стрессовой активности в мозге означает, что он будет потреблять много энергии, и это снизит вес тела. Причина, по которой хатха-йога настолько важна, лишь в том, чтобы иметь возможность управлять телом таким образом, чтобы ваши энергии прочно укоренились в вашей физической оболочке, прежде чем вы попробуете достичь более высоких возможностей. Если кто-то плохо укоренен в своей физической природе, тогда высшие возможности вырвут вас из телесности. Вырвать из телесности означает, что вы можете стать менее способными физически или можете уйти окончательно. Некоторые буддийские писания гласят, что Гаутама до просветления ходил как мужчина. После просветления он ходил как женщина. Этим они пытались сказать, что его тело стало меньше определенно. В физическом плане мужское тело немного больше, чем женское. Так что он стал немного меньше. Он стал… он потерял свою мужественность и стал мягким, потому что его энергия переместилась в другое измерение. Вот что они хотели этим сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok